Слухи и оценки распространения коронавируса принимают всё больший масштаб. Предполагают, что именно по его причине падают рынки и снижаются мировые цены на нефть. По оценкам экспертов, рынок углеводородов пошёл вниз, и это снижение, возможно, продолжится на протяжении ближайших полутора-двух месяцев. «Ситуация, возникшая в Китае, отрицательно сказалась не только на реальном секторе экономики, экспортно-импортных операциях, но и на рынке нефти. В начале года цена за баррель нефти составляла 65 долларов. Сейчас же этот показатель в диапазоне 55-54 долларов, поскольку снизился спрос на чёрное золото в странах Дальнего Востока, Кореи, Японии и в том числе Китае. Но после новогодних каникул правительство Китая принимает все меры, чтобы вернуть свою экономику на прежние рельсы». «Рынок углеводородов тоже пошёл вниз, и это снижение, возможно, продолжится ещё на протяжении ближайших полутора-двух месяцев. Едва ли меры ОПЕК плюс могут изменить здесь ситуацию? Принципиально, потому что это такой, так сказать, отложенный дефицит спроса. И здесь игра спекулянтов уже тоже идёт на понижение, и вряд ли, как я сказал, это можно переломить в ближайшее время. В дальнейшем, когда падение завершится, несколько, ты отскочит одна, и ситуация стабилизируется, да, возможно, тогда уже будут действовать каким-то образом и позволят ценам подняться». Прекращают работы заводы, товары не импортируются, с коронавирусом связывают замедление развития мировой экономики. Но это не так, считают эксперты. «Мировая экономика замедлялась на протяжении 2019 года, и все предпосылки начала нового этапа глобального кризиса, рынки мировые, они сдвинулись вниз не из-за того, что китайцы в этом виноваты в плане вируса, а китайцы виноваты в плане того, в плане импорта. Китай уменьшил импорт, и это стало серьёзным сигналом для такого проявления кризиса». Закрытие заводов и магазинов в регионах Китая, затронутых эпидемией, окажет влияние более чем на 5 миллионов компаний по всему миру. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании «Данан Прятстрит». Китайцы по всему миру составляют основную потребительскую массу. Из-за болезни снижается количество потенциальных покупателей. «Вирус распространился не только в Китае, но и по всему миру. Это напрямую влияет на авиакомпании, работающие в туристической сфере, поскольку сокращается пассажиропоток». «Будет падать спрос, падающие рынки, падающие оптовые продажи, они приведут к снижению реального спроса. Поэтому то, кто, какие страны и как будут справляться с этой волной, третьей уже по сути волной экономического кризиса, это будет зависеть от правительств. Если правительства будут обеспечивать стимулирование внутреннего спроса и удовлетворять этот внутренний спрос товарами, которые они считают нужными и допустимыми сейчас, то да, эти правительства будут легче проходить кризис и лучше адаптироваться к новой эпохе». Китайские авиакомпании отменили почти 80 тысяч рейсов из-за коронавируса. Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года в городе Ухань в провинции Хубей. На сегодняшний день зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заражения.